Рост тарифов на электричество, тепло и природный газ Национальное агентство по регулированию в энергетике обуславливает подорожанием энергоресурсов, то есть причины, не зависящие от властей Молдовы. Не подвергая сомнению компетентность регулятора, корреспондент Курьера сам попытался понять, в чем причина увеличения цен для потребителей и углубился в расчеты. Данные, которыми мы пользуемся, взяты с сайта агентства. Валютные курсы официально сделанные расчеты не требуют знания высшей математики. Итак, 2009 год, Газпром продает нам газ по 233 доллара, а регулятор устанавливает тариф в 3992 ле для населения. Годом ранее средняя цена по году составляла 244 доллара за 1000 кубометров, а тариф к концу года был снижен до 3427 леев. На первый взгляд, парадокс. А теперь попытаемся понять природу ценообразования. 233 доллара умножаем на нынешний курс, получаем 2903 лея. Прошлогодние 244 доллара умножаем на прошлогодний курс, получаем 2700. Почему так? Все дело в курсе лея. В прошлом году средняя цена доллара была 11 леев, 11 банов. Нынешний курс 1246. Это значит 200 леев в плюс к тарифу. И все вопросы не Газпрому, а тем, кто задержал котировки вверх. Например, Национальному банку. Несложные расчеты, правда? А теперь о самом внутреннем тарифе. 3992 лея – это не окончательный тариф. К нему надо прибавить еще налог на добавленную стоимость, которую получает государство. В 2009 году это было 5% с нового года, это 6%. Кажущийся ничтожным 1% – это плюс 40 леев за тысячу кубометров с каждого потребителя. Зато правительство Филата в итоге соберет дополнительно 54 миллиона леев. Вот такая простенькая математика, которую пытаются скрыть разговорами об объективных факторах, реальных затратах и необходимости их покрытия. Кстати, коалиция, поменяв руководство агентства, увеличила количество его директоров. Вероятно, тоже эскалиционных побуждений каждой сестре по Сергею. Но это уже просто любопытный факт.